Доро! Иисус Ты мой свет, и я не убоюсь, не убоюсь, слава Господу! Замечательное утверждение, замечательное время, и в песнопениях, в слове Божьем, опять песня, призывы, исповедания. Это наша жизнь, это и есть то замечательное средство, которое Господь дает, и оно называется исполнение Духом Святым. И первое – это то, что надо быть в том месте, куда нас приводит Дух Святой, это в общении святых в церкви. Слава Господу! Замечательно! Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это торжество жизни Бога в наших жизнях. Какое-то чудо! Мы оглядываемся назад в нашей жизни, когда мы пришли, еще ничего не понимали, но уже происходило то, удивительно. Ты преображал нас, и преображал в подобии Сына Твоего. Поэтому мы так влюблены в Сына. Благодарим Тебя, Господи! Благослови сейчас это слово. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Сегодняшнее слово я назвал, ну, провокационно назвал, преображение тотчас. Преображение тотчас. Три пункта. Первый пункт – слышать Слово, Иисус Христос рядом. Второй пункт – подтверждать свое согласие. И третий пункт – исповедовать перспективу, как уже состоящуюся реальность. Итак, слышать Слово, подтверждать свое согласие и исповедовать перспективу, то есть это будущее, как состоявшуюся. И она становится настоящей. В книге «Исход» в 14 главе описывается ситуация, когда вынужденно фараон решает уступить. Он уступает человеку Моисею. По поводу двух миллионов людей. И, наверное, две трети из этих двух миллионов были работниками, рабами. И он позволяет, чтобы евреи вышли из египетского царства. Внутренне он понимает, что, наверное, это навсегда. Потому что он видел не только Моисея, но он видел руку Господа на тех словах, которые слышал. Евреи выходят. Они уходят из Египта. Господь ведет их. И он намеренно ведет их в такое место, в котором их очень легко поймать. Если донести фараону, куда Моисей завел свой народ, то это будет тот момент, когда можно возвратить, все переделать и будет по-прежнему. Будут рабы и фараон. Но для нас верующих, когда мы читаем это место, то открывается разговор Бога с Моисеем. Скажи, второй стих, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом перед Пи-ха-ги-ха-хи, вернее, Гахи-рофом. Пи-га-хи-рофом. Ну, вы понимаете. Между Мигдолом и между морем перед Ваал с Эфоном. Напротив его поставь в стан у моря. Если посмотреть на географию, то... Ну, когда-то я смотрел на это. И это странное место для того, чтобы разбить там лагерь. Море впереди. Сзади путь открыт. И слева и справа горная гряда. Евреи такие молодцы. Они послушали, куда их ведет Моисей. Но смотрите, что дальше говорит Господь Моисею. И скажет фараон о сынах Израилевых. О, они заблудились в этой земле. Она заперла их. Пустыня заперла их. Это скажет фараон. Четвертый стих. Я ожесточу. Это говорит уже Господь. Сердце фараона. И он погонится за ними. И покажу славу мою на фараоне. И на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь. И сделали так. И возвещено было египетскому царю, что народ бежал. И обратилось сердце фараона и рабов его против народа этого. И они сказали, что же это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою. И народ свой взял с собою. И перечисляется это воинство, которое пустилось вдогонку. И погнались за евреями и египтяне. Итак, происходит событие, что фараон обнаружил, но теперь он поймает их. Здесь происходила очень интересная борьба Господа за египтян. потому что они увидят царя, который могущественнее, чем фараон. Да и очень много рассказов было со стороны евреев. Но вот что дальше происходило. Десятый стих. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и завопили сыны Израилевы к Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Интересная ситуация. Тяжелая, да. Но Господь показывает, что Он царь ситуации. Это особенное время, когда вера приобретает серьезные черты доверия, любви Бога. Тринадцатый стих. Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будете, а вы будьте спокойны. Это говорит человек, который имеет замечательные взаимоотношения с Богом. Он доверяет Ему, он знает Его. Мы с вами читаем это. И Слово Божье, которое мы слышим, оно укладывается в наши жизни для того, чтобы мы не только услышали, мы поняли, что Господь неизменен. Вчера, сегодня и всегда Он тот же. Он развивает в нас это желание всегда быть рядом с Ним. Он всегда рядом. И те ситуации, которые происходили и происходят, они являются тем, что я слышал Слово, а вот твоя жизненная позиция, в ней ты можешь опираться, безусловно, на свой жизненный опыт. И в жизненном опыте евреи сказали, а зачем вообще выводил ты нас? Теперь мы погибнем в этой пустыне? Им было неизвестно то, что было сообщено Моисею. Моисей сказал бы, вы успокойтесь, все будет замечательно. Почему не услышали Моисея? Почему испуг и страх заняли первое место в их мышлении на основании жизненного опыта? А у Моисея это было уже хождение с Господом и доверие. Мы с вами, когда слышим Слово Божие, то мы должны понимать, что когда Слово Божие произносится, Господь рядом. и Он нас убеждает, чтобы эти слова в нашей жизни стали духом и жизнью. Это понадобится нам. что произошло бы, если Моисей, если бы Моисей сказал, да нет, вы отдыхайте, и все напряжение бы ушло. Это было предложение через Моисея, когда сам Господь Бог, Дух Святой, говорил к Израилю. Но не услышали. Итак, первое – слышать Слово. Мы можем отголоски своего опыта также слышать. Но есть удивительный прием. И этот прием такой. И этот прием такой. Какие бы мысли в моей голове не происходили при восприятии Слова, а такое может быть, я должен сказать, Господь, я перед Тобой, и я буду делать по Слову Твоему. Я буду откликаться на Твое Слово. И я верю, что в этом Слове для меня удивительный выход. Это ты приготовил. Нечто подобное мы с вами такого типа размышления видим в псалмах. Вообще псалмы – это удивительное поле или пажить для прочтения и применения в своей жизни. в том смысле, что Бог разговаривает с Давидом или же с другими авторами псалмов. Например, 89-й псалм – Псалм Моисея. И размышления, которые говорит слушающий или тот, который пришел. И у него может быть сомнение. Но если посмотреть внимательно, что происходит в псалме, начинается, вполне возможно, с печальной нотки. Вот враги Мои говорят вот так, разве с ним Бог? И так далее. И посмотрев далее, мы видим, как все, человек под воздействием духа и жизни Бога меняет свое отношение. И как будто бы уже не было этого начала с сомнениями. Итак, слышать Слово и знать, что Христос рядом. Тогда произойдет… Давайте мы посмотрим теперь в Новый Завет. там в 14-й главе все произошло, как Господь сказал, безусловно, так и есть. И вот посмотрим мы с вами Евангелие от Марка в первую главу. Посмотрим на учеников Господа. Они слышали Слово Господа. И вот 16-й, 18-й стихи первой главы. Проходя близ моря Галилейского, увидел Иисус Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболова. И сказал им Иисус, идите за Мною, и я сделаю, что вы будете ловцами людей. 18-й стих. Ну, перед 18-м стихом вы. У вас есть бизнес, у вас есть дело свое. И вы готовитесь к улову. Проходит Иисус, уже известный вам. И Он говорит Слово. Как замечательно, что те слова, которые говорили с Иисусом перед этим, это, например, Евангелие от Луки, пятая глава, когда Иисус на лодке Петра отплывает немного от берега, чтобы обратиться к людям, которые пришли слушать Его. И говорит проповедь. Эта проповедь не записана в Библии. Но косвенно мы видим, что она так затронула Петра, что когда после того, как он сказал эту проповедь, говорит Петру. Ну, давай теперь отплывем на глубину. А перед этим всю ночь ловил Петр и его соратники и ничего не поймали. И ты там забросишь сети. и сначала было обыкновенной, это человеческий опыт. Учитель, мы уже целую ночь ловили, а сейчас день. В такое время не ловят. Ну, что ты, учитель. Не, он так это я не говорил. Он начал говорить, и потом вдруг он подумал над теми словами, вероятно, которые он услышал. Это тайна для нас, да? Но эта тайна раскрывается, когда мы внимательны к слышанию слова, которое произносится. Ну, по слову твоему я заброшу сети. И потому, что он сейчас сказал забрось сети. И по тому слову, которому он обучился доверять. Это очень важно. И вот здесь в Евангелии от Марка смотрите. Проходя же близ моря Галилейского, Галилейского увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети. Ну, вот они закидывают, и сеть уже полетела. И сказал им Иисус, идите за Мною, и я сделаю, чтобы вы будете ловцами людей. 18-й стих. Пусть этот стих станет одним из таких кардинарных для нашей жизни. И тот час. Он только сказал «и тот час». Они пошли за ним. 18-й стих. И они тот час, оставивши свои сети, последовали за ним. Вот это слово «немедленно», «тот час», «юфус» на греческом языке, но это переводится как «немедленно», «сразу же», «в тот же момент». Оно очень важное для нашей жизни. Я думаю, что оно важное для каждого из присутствующих сейчас на этом служении. Потому что вы, может, будете бороться с этим словом через некоторое время. Вы услышите и слышите сейчас Слово Божье. Или вы будете читать и вы услышите призыв Бога. Почему в послании к евреям в 4 главе рассказывается эта фантастическая реальность нынешнего времени, в которой мы живем? Что мы с вами не только на этой земле живем, но общаясь с Господом, во время служений, во время нашего личного времени с Господом, мы находимся в престольном зале милости и благодати. и там мы слышим слово Господа «Смелее, смелее подходи к престолу милости и благодати». Это говорится «мне, вам». Почему? Потому что в этот момент, когда мы обнаружили себя там по слову, нам сказано «приближайся к престолу милости и благодати». я не буду думать, что это нечто нереальное, нечто фигуральное, а я, скорее всего, скажу неправильную фразу, а я говорю и призван говорить «так и есть». Благодарю тебя, Господи, так и есть. «Ты меня пригласил сюда. Благодарю тебя, Господь. Ты верен в своих призывах, в своих обетованиях. Я тот час, как услышал, как написано в Евангелии от Марка, множество от Матфея, я тот час с тобой соглашаюсь. Говори. Твой служитель тебя слушает. Говори. Слышали, слышим слово и второе, мы подтверждаем свое отношение к этому слову согласия. Вы знаете, иногда я помню, я бывал и когда был в Америке, то иногда в церквах, где много темнокожих людей, афроамериканцев, и они все время говорят аминь. Проповедник читает, и они говорят аминь. И мне казалось, это экспрессия и эмоциональность, которые свойственны южным народам. А в общем-то это очень хорошо. когда я откликаюсь на Слово Божье. И тогда оно становится моим, я согласен, Господи, я перед Тобой и согласен, что так и есть, смелее подходи, аминь, Господи, Ты для меня это сказал. Когда мы с вами находимся в Слове Божьем, исполненными Духом Святым, читаем Писание, то происходят удивительные события, которые описаны, например, в книге Иеремии, 29 главе, 11-12 стихи, смотрите, мы достаточно много ссылаемся на это место, 29 глава, Господь дает в 11-м стихе откровение и Иеремии, и каждому из нас. Это написано все для нас. «Ибо только я знаю, говорит Господь, намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо». Ну, давайте. Да, аминь, Господи, намерения во благо. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, 1-я глава, 14-й стих. «Слово стало, Бог словом, Господь Иисус стал плотью, человеком, пребывал среди нас полной милости и благодати, благодати и истины». Да? Полной благодати и истины. Это общее. это то самое море, из которого мы воспринимаем Господа и Его Слово. Потому что, когда мы читаем синоптические Евангелия, там много столкновений. А для тех учеников, которые идут за Иисусом Христом, это люди, которые прямо плавают в этом море благодати или же в реке жизни. Иезекииле, 47-я глава, с 1-го стиха по 7-й стихи. Мы с вами прочтём дальше. «Я знаю, только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Эти намерения во благо, а не назло. Вот она, вот книга, столько слов, тысячи страниц, столько мыслей. И когда мы раскрываем перед собой эти страницы, раскрываем характер Господа, влюбляйтесь в Него. Ещё ближе и смелее подходите к престолу милости и благодати. Он готов вам передать Ефесянам 1-й глава, 3-й стих все благословения, которые находятся на небесах. И Он это сделает для того, чтобы египтяне узнали, кто такой Бог или окружающие нас люди узнали бы Иисуса Христа. А когда они узнают, то обнаружат такую вещь. Слово стало плотью. Иисус родился как человек, оставаясь Богом. И вот Он раскинул Свою скиньею, Свою жизнь, Свой свет, Свою любовь в этом мире. И мы, читая в духе эти слова, обнаруживаем будущность. Так и написано в 12-й главе, в 11-й главе, извините, 29-й, 11-й Ереме. Во благо, чтобы дать вам будущность, чтобы раскрыть вам, да так раскрыть, что когда вы соглашаетесь со Словом Божьим, то происходит тот час преображения, которое делает невидимое видимым, а видимое, которое было, исчезает, потому что никак не может сравниться по яркости, по замыслу, по этому благу, которое Бог дает для нас. Когда Иисус говорит именно об этой мысли, разговаривая со своими учениками при встрече с Нафанаилом, первая глава Евангелия от Иоанна, и он говорит, ты поверил, Нафанаил, ты поверил, потому что я тебе сказал, что я видел тебя сидящим под смоковницей. Наверное, это было время особенной посвященности Нафанаила, когда он размышлял, ну, когда же будет это время, когда каждый будет сидеть под своей смоковницей, виноградной лозой, когда придет, я не знаю, тысячелетнее правление, он думал о Боге, о будущем, потому что настоящее время это было временем, где давлели над Иудеей и евреями Римская империя, и вот так хотелось в эти небесные дали, и вот царь царей Господь Господствующий говорит, ты потому поверил, что я тебе сказал, следуй дальше, первая глава 50 стих, и вы увидите небеса открытые, это говорит он Нафанаилу и остальным ученикам, это говорит он нам, а мы с вами его ученики, и перед нами раскрывается эта удивительная будущность, будущность вечной жизни, будущность нашего участия в этой вечной жизни Иисуса Христа, когда наши сердца переполняются его словами и жизнью, и мы тот час, тот час начинаем говорить о его смыслах, делимся, во-первых, друг с другом, во-первых, мы поем, исполняемся духом, слушаем слово, делимся, потом выходим на улицы, как в день пятидесятницы, и начинаем людям говорить о великих делах, которые Господь совершил. И мы утверждаем всю Библию, мы обнаруживаем, что она с нами говорит, прочь сомнения, например, прочь сомнения, Колоссянам в завершении, Колоссянам третья глава, первый стих, сейчас я вам покажу это удивительное событие тот час преображения, первый стих, если вы воскресли со Христом, то ищите Горнева, где Христос сидит одесною Бога. И вот я соглашаюсь с этим. А с чем? Я воскрес вы. И я воскрес и я хочу увидеть тебя Господь Иисус и у нас идет это общение с Господом. Мы с вами уже втайне жизни вечной. Потому что наша жизнь Христос, наша реальность Христос, они в Боге. И когда произойдет явление Иисуса Христа, тогда и будет видна вся наша жизнь, которую сейчас некоторые могут недооценивать. Да не знаю отношение такое же, как в жизни любого человека. У Бога отношение к нашей жизни это отношение к жизни своего Сына Иисуса Христа. С любовью, с великим богатством благодати и милости для каждого уверовавшего. И тогда происходит событие, когда верующий человек все смелее и смелее находится в этом общении с Господом и тот час подтверждает «А я верю! Я верю! Аминь!» Отец наш небесный, мои, благодарны тебе за это чудо, чудо нашей жизни, которое происходит не нашими усилиями, а откликом и подтверждением тому, что ты говоришь, Господь. И эта перспектива отдаленного будущего становится реальностью, а реальность в Иисусе Христе. Это недавняя статья пастора Мати была. Реальность в Иисусе Христе. Колоссянов 2 глава 17 стих. О, Господи, благодарим Тебя за это время. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего спасителя. Скажите простые слова молитвы. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, приведи в живую церковь, научи Твоему Слову, люби, прощай, даруй благодать, поднимай, если упаду. Во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос я прошу и молюсь. Аминь. Слава Господу!